Что ремонтируют на Гвардейской и для кого откроются двери? В этом замечательном здании у нас будут две составляющие. Первый – это многофункциональный центр для иностранных студентов. И, собственно, во второй части этого здания будет располагаться Департамент внешних связей. Сабантуй в этом году пройдет не только в офлайне, но и в онлайне. Для любителей Майнкрафт студенты Казанского университета готовят свою версию праздника. Там будут все традиционные виды конкурсов, что могу сказать. Там будет бой на бревне с мешками, набитыми сеном. Там будет бег с ложкой, с сырым яйцом, залезание на стол, к которому привязан петух и многое прочее. В Елабужском институте КФУ прошли 10-е международные стахеевские чтения. Я очень рада, что я сюда приехала, поскольку Елабужская конференция – и это сейчас одна из главных позначений для изучения истории российского предпринимательства 18-го, 19-го и начала 20-го века. Всем привет! В эфире «Универ-Ньюз», а в студии – Юза Шерифулина. В Институте управления экономики и финансов состоялась торжественная церемония чествования врачей-медицинских работников Казанского университета. Во время мероприятия 295 сотрудников получили благодарственные письма от Государственного совета Республики Таташтан и другие награды. С профессиональным праздником – Днем медицинского работника – врачей поздравил ректор университета Ильшат Гафуров. Также в мероприятии приняли участие депутат Государственного совета Республики Таташтан Марат Ахметов, а также министр здравоохранения Таташтана Марат Садыков. Всех вас хочу поздравить с профессиональным праздником наших медиков, Днем медицинского работника. Пожелать вам удачи по жизни, чтобы поменьше на пути вашем встречались проблемы. Ну и побольше было в нашей жизни своими праздниками. На улице Гвардейской 9 около 4 месяцев назад начали капитальный ремонт помещения. Здесь будет многофункциональный центр для иностранных студентов, а также департамент по внешним связям Казанского университета. Когда здание будет готово для приема иностранных студентов, выясняла наш корреспондент. В первой части здания будет многофункциональный центр для иностранных студентов. Здесь они смогут получить ответы на все свои вопросы. Здесь будут две приемные комнаты. Одна будет отвечать за все, что связано с миграционным приемом. Другая будет связана с образовательной деятельностью. Все вопросы, которые у них возникают, связаны с образованием. Здесь они смогут получить необходимые документы, справки, получить какие-то выписки. Будет отдельная электронная очередь. Соответственно, они смогут дистанционно и на месте записаться на этот прием. Во второй части здания будет располагаться департамент по внешним связям Казанского университета. Здесь же будет фронт-офис департамента и бэк-офис. То есть все сотрудники будут располагаться на этом крыле. А также будет отдельное место для работы с преподавателями, говорит Тимирхан Алишев. Кроме того, здесь есть еще подвальное помещение, которое тоже сейчас приводится в порядок. Я думаю, что со временем они тоже будут вовлечены в какую-то работу и будут полезны и функциональны для иностранных студентов. По словам Артура Хабибулина, планируется, что ремонтные работы на этом объекте закончатся к концу июля. На сегодняшний день отделочная работа с той стороны здания уже окончена. Приспособность сейчас ведется замена наружных витражей, так как существующий витраж не удовлетворялся по техническому расчету здания. Ведется замена наружного витража и небольшие ремонтные работы в подвал для приспособления под нужные департаменту внешней связи. По плану уже в сентябре помещение должно открыться для приема иностранных студентов, которые поступят в Казанский университет в этом году, утверждает Тимирхан Алишев. Эль Джамини Баева, Ленарта Влетьяров, Универньюз. Ректор Казанского университета Ишат Гафуров встретился с заместителем Хакима Ташкентской области Нажмедин Хаджой Шариповым. Стороны рассмотрели возможность создания дополнительных совместных образовательных программ по системе двойных дипломов, организацию совместных научных исследований, сотрудничество в области медицины и образования. В 2021 году Народный татарский праздник Сабантуй появится в Майнкрафт. Студенты Института вычислительной математики и информационных технологий Казанского университета готовят онлайн-версию на сервере популярной видеоигры, куда 26 июня сможет попасть каждый желающий. Традиционно в начале лета в Татарстане проходит Сабантуй. Праздник символизирует окончание весенних полевых работ. И в этом году он пройдет в популярной игре «Майнкрафт». Цифровую версию татарского народного праздника подготовили студенты Института вычислительной математики и информационных технологий Казанского университета совместно с коммуникативным агентством К-9. Инициатором было замечательное агентство К-9. Оно заметило наших студентов, потому что они в «Майнкрафт» разработали деревню универсиады и здание КФО. Студенты, соответственно, полностью создали классические площадки для Сабантуй в нашем традиционном татарстанском стиле со всеми надписями «Сарахим Итагес». Разработка велась под руководством магистранта второго года обучения Ивмит Алмаза Ахматьянова. Команда в составе 8 человек в течение месяца трудилась на создание виртуальной площадки Сабантуя. В игре можно будет встретить традиционные элементы и площадки народного татарского праздника. В настоящее время авторы уже подготовили главную сцену и под ром и другие локации. Там будут все традиционные виды конкурсов, что могу сказать. Там будет бой на бревне с мешками набитыми сеном, там будет бег с ложкой, с сырым яйцом, залезание на стол, к которому привязан петух и многое прочее. То есть приходите к нам на Сабантуй и мы вас приятно удивим. Посетителем сервера сможет стать любой желающий владелец игры Майнкрафт. 26 июня с 11 до 20.00 доступ к серверу будет открыт в группе Ивмит КФУ ВКонтакте. Кроме того, 26 июня в 15.30 к онлайн Сабантуе подключатся стримеры Вика Картер и Усенок Джек, которые проведут онлайн-экскурсию по локации и расскажут о Сабантуе. Елизавета Никитина, Фарид Захитоглы, Виолетта Басова, Универ Ньюс. В Елабушском институте КФУ прошли 10-е международные стахеевские чтения. Научный форум традиционно был организован совместно с Елабушским государственным музеем-заповедником. Все подробности в сюжете. В этом году формат мероприятия смешанный. Помимо очных выступлений спикеров, прослушиваются доклады и в онлайн-формате. Среди участников специалисты в области истории, культурологии, литературоведения, экономики, а также потомки знаменитой купеческой династии стахеевых. В общей сложности в оргкомитет мероприятия поступило более 60 докладов. Елабужская конференция. И это сейчас одна из главных позначений для изучения истории российского предпринимательства 18-19 и начала 20-го века. Общая тема, объединяющая все исследования, звучит как российская провинция. Историческая память и национальная идентичность. Однако особый интерес по традиции вызвали новейшие исследования о жизни российского купечества. Эта конференция позволила наладить контакты с потомками стахеевых и, главным образом, еще и с теми, кто начал делать первые подходы к исследованию темы купечества. В течение двух дней свои доклады представили ученые Российской академии наук, Академии наук Татарстана, представители крупных научных центров Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Уфы, Оренбурга. Спикеры предложили аудитории рассмотреть особенности развития провинциального купечества в России, историко-культурную самобытность регионов России, а также неизученные ранее факты из истории династии стахеевых. Елизавета Никитина, Айдар Нурмиев, Универньюс. В Музее истории КФУ открылась выставка, посвященная юбилею профессора и выпускника Казанского университета Григория Вульфсона. Смотрим! Главный труд Григория Вульфсона – это реставрация актового зала Казанского университета, который сейчас называется Императорским залом. Именно он руководил созданием Музея Ленина в Казанском университете. Идея восстановить актовый зал в том виде, в котором он был во время сходки 4 декабря 1887 года, появляется накануне столетия этой сходки. Работы по реставрации зала начинаются под руководством ректора Александра Ивановича Коновалова в 1982 году. И ректор университета предложил возглавить эту работу Григорию Научу Вульфсону, потому что Вульфсон зарекомендовал себя не только как высокопрофессиональный историк, но и как человек, который способен создавать музейные экспозиции, отвечающие современным требованиям. Единственное, что не удалось реализовать Григорию Вульфсону, после реставрации актового зала, на центральной стене не появился портрет Александра I, основателя Казанского университета. Это произошло только в 2004 году. Елизавета Никитина, Ленарда Влетьяров, Универньюс. На этом все. В студии была Илюза Шерифулина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok